Третий вопрос Товарищи участники заседания Российского комитета рабочих С первого заседания по сегодняшний, практически на каждом заседании Российского комитета рабочих Мы обсуждали одним главным вопросом, но на каждом заседании мы обсуждали профсоюзные дела Профсоюзные вопросы строительства профсоюзной организации Ее действия по ее организации внутренней или по действию против администрации По защите интересов рабочих, так или иначе И это закономерно, потому что основателями Российского комитета рабочих Были именно профсоюзные организации, в том числе профсоюз Докеров, профсоюз Защита и другие организации В ходе работы этих вот наших независимых профсоюзных организаций На заседаниях Российского комитета рабочих Выяснилось, что при строительстве профсоюзной организации возникает какая-то проблема Такая же, которая была перед большим профсоюзом Который постепенно превратился в аппарат чиновничный для управления рабочими в интересах правительства или администрации Мы строим профсоюзные организации для защиты прав и интересов рабочих Нам это не нужно, чтобы наша организация переродилась Нам нужно, чтобы это была боевая организация, защищающая права и интересы рабочих Рядовых членов профсоюза Ее главных членов строителей, создателей профсоюза И вот, исходя из этого, на заседаниях Российского комитета рабочих Появился вопрос о выработке положения Типового положения, по которому бы можно было составить устав Или положение конкретной профсоюзной организации Действующей в том или ином трудовом коллективе Вопрос поднимается давно уже на заседании Российского комитета рабочих Мы пошли по такому пути Взяли положение действующей профсоюзной организации Конкретно положение о первичной профсоюзной организации Акционерного Московского общества завода имени Лихачева АМАЗИЛ, профсоюзного союза защита Центр И рассмотрели его на предмет того, как можно поправить это положение Чтобы профсоюз этот навсегда остался рабочим профсоюзом То есть нельзя было его никаким образом переделать неактивный Переделать нерабочий чиновничный профсоюз И чтобы он активно выступал Это предложение Включением этих дополнений Обратились к фонду рабочей академии Ученые фонда рабочей академии представили эти предложения Мы их внесли в это положение Они выделены курсивом На своей профсоюзной организации Немногочисленной, но действующей на заводе ЗИЛ Мы все эти положения обсудили Отрицательных высказываний практически не было Были кое-какие непонятные, непонятные предложения Что мы подредактировали и так далее И вот теперь проект этого положения Предлагается для рассмотрения на заседание Российского комитета рабочих Что здесь Я бы не сказал главное А то, что надо выделить и что, на мой взгляд, надо обсудить Это то, что здесь Здесь утверждается преимущество Не преимущество, а обязательности Большинства рабочих профсоюзной организации Сегодня, когда, например, профсоюзной организации КНПР, которые на ЗИЛ В небольших подразделениях Случается такое, что численность рабочих Там становится намного меньше И решение принимается заведомо не в их пользу Возможно, это и, наверное, в наших группах профсоюза Независимых Чтобы избежать этого Вводится пункт при строительстве О большинстве рабочих профсоюзных организаций Но это не обязательное Не самое главное Главное, чтобы решения, принимаемые в этой профсоюзной организации Принимались В участии, при принятии решений Было большинство рабочих Это обговаривается При выборе Создании профсоюзных комитетов При принятии решений Профсоюзными комитетами Или при принятии решений Профсоюзными организациями Об этом четко говорится Другой вопрос Который в этом положении представлен Проект и положение О том, что профсоюзный комитет Чаще всего И в первую очередь Организует, образуется Делегированием Представителей От Профсоюзных групп С правом замены И отзыва этих представителей В любой момент По усмотрению соответствующих Профсоюзных групп Ежели профсоюзные группы Охватывают не всех членов профсоюза То состав профсоюзного комитета Может дополняться членами Избранных на общих собраниях конференций В составе профсоюзного комитета Большинство составляет рабочие В общем, все предложения, которые высказаны Я не буду пересказать Они выделены курсивом Другое На что надо обратить внимание Это то, что При управлении профсоюзным комитетом Предлагается Как сказать Институт Такое слово Сопределет В профсоюзе защита Это применяется давно В том числе Например В нашем профсоюзе Зиловском И официально Два сопредседателя Один из которых Я Здесь это правило Закрепляется Потому что Не во всех И в самом типичном положении Так как он регистрировался Минюст И у нас там Не указан сопредседатель Потому что Минюст требует Чтобы Любое общественное Организации В том числе Которая является Профсоюз Обязательно Был и Председатель С которого бы они Спрашивали Главный там Налоговый интерес И так далее Может быть В том Уставе Профсоюза Который Подается на регистрацию Минюст Нам и надо Обозначать Какого-то Но этот устав Можно принимать Как фиктивный А для работы Внутри себя Для работы Нашего Профсоюза Обязательно Нужно Все-таки На мой взгляд Обязательно Институт Сопредседательства Причем Для того Чтобы Сопредседатель То же самое Не оторвался От профсоюзной Организации И Знал Интересы Нужды Нужды Рядовых Членов Предлагается Ротировать Или Менять Сопредседателей То есть В течение Одной Третьи Периода Избранного Каждый Сопредседатель Является Освобожденным Выполняет Профсоюзную Работу Освобожденным От Работы А потом Эту работу Выполняет Другой Все Являясь В то же время Сопредседателями Тут Введены Еще Нормы Которые Все Эти Нормы Мы Можем Установить Для Своей Профсоюзной Организации Просто Объявив И Приняв И Никого Не Спрашивая Но Тут Еще Вводятся Нормы Которые Нам Нужно Добиваться Предлагается Чтобы Все Заседания Профсоюзного Комитета Собрания Проходили В рабочее Время И С освобождением Но Для Этого Нужно За Такие Нормы Побороться И Добиться Чтобы Они Были Включены В Коллективный Договор Который Администрация Подписала Вот Так Я Коротко Просто Обозначил Те Положения Которые Мы Предлагаем Изменить Более Конкретно Вы Прочитаете Вопросов Сразу Не будет Наверное Вопросы Может Вопросы 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 Нет Может Он Сударь Сначала Нет Вопросы Нет Вопросы Вопросы Ну Вот Вопросы Вопросы Я Здесь Преоположение Которого Не вопрос Надо Воскупать Но Вот Есть Преоположение Я бы хотел Просто Уточнить Значит На первой Странице Пункт 1.4 Второе Ну Собственно Второе Предложение Вписанное Курсилом Курсилом производства у меня вот что вы хотели сказать в каком смысле способствует участие работе какова именно методика такого участия и для чего как понимаю я и кудрявцев уже тоже этот пункт отметил мы предполагаем что это слово организации здесь лучше бы сразу заменить словом управление способствует участию работников в управлении производства то есть организация предполагает это и обеспечение сырьем поставками сбытом и так далее сегодня это еще рабочие на себя не должны брать здесь больше управление производством подходит каком и для чего не понял вопрос для чего вот предполагает для того чтобы рабочий научившись управлять своим производством потом бы научился управлять и государством для того приезжая сюда на заседание российского комитета чтобы вот как раз обменяться опытом чему мы научились управлять чем мы научились управлять или хотя бы своим расчетным листком трудовыми выдачей зарплаты или же повышением ее или же уже и полностью выдачей зарплаты масса вопросов в которых надо участвовать участвовать чего вопрос пожалуйста на этот вопрос можно будет ответить подожди не выступайте спасибо старая страница есть нет первые пункти тише, тише товарищи старая страница первые пункти значит собственно пункт 1.5 последнее предложение звучит так он неподчинен и неподконтрольным политическим партиям и другим общественным объединениям не кажется ли вам что данная сформулировка по крайней мере вот то есть я понимаю что хотелось сказать не кажется ли вам что в данном данная сформулировка она мягко говоря очень плохо сформулирована я даже объясню почему потому что если вы говорите конкретно имеется тот профсоюз который имеется в виду первичную организацию профсоюзную в данном случае да то когда мы говорим что неподчиненный неподконтролен пропускаем и другим общественным объединениям получается что неподчиненный неподконтролен в том числе и профсоюзу который входит он выше в том числе может защита труда и спасти здесь речь идет о защите труда то есть очень не точных формулировок получается мягко вы понимаете можно объяснить что они подконтролены другим общественным объединением кроме своего здесь то это нет иерархия то есть какая то в организации профсоюзной а вот то что этот пункт не вызвал сомнений в нашей профсоюзной организации никакого и понятен всем наверное потому что в нашем даже среди 11 человек есть член КПРФ член партии трудовая россия член российской партии рабочей партии и еще несколько спортивных спасибо проблема то в другом если вы предполагаете что все таки этот документ должен стать некой основой для положения первичной организации рабочего профсоюза соответственно документ конечно должен стать юридическим документом просто данное пункт будет мешать всех же суда администрации вот что проблема заключается нам надо в данном случае выдержать мы же не оговариваем если бы мы принимали документы основные принципы на выступления вопрос 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 да я отвечу это вообще вопрос на мой взгляд этот документ в сегодняшнем государстве государстве не может быть юридически потому что минюст не допустит сопредседательство я не знаю таких вопрос василия может зачитать труда может зачитать труда сопредседатель на чём а положение вообще не так вот я и говорю мы это делаем но в администрации на заводе мы соответствуем с этим документом а там будут внимательно читать это всё равно будет юридический документ другой вопрос что его не надо здесь я не юрист просто извините мы дважды регистрировали союз рабочих Москвы и дважды мы столкнулись большой бодягой первый раз мы с 91 до 93 не могли зарегистрировать из-за этого потом ушли потом всё-таки зарегистрировали и второй раз было то же самое общественное объединение профсоюзные профсоюзные разные вещи профессиональные союзные общественные разные вещи начнём с этого начнём с этого разные вещи так и второе кто значит подчинён под контролем вот его профсоюзные организации значит в Москве нам цену это неправильно потому что руководство профсоюзного объединения должно быть подчинено и под контролем первичным организациям которые содержат это руководство он кто платит тот музыку заказывает закон есть товарищи то мы тиши 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 есть предложение так как Олег Васильевич Шейн уезжает сегодня значит дать ему слово для выступления по этому вопросу и закончит на этом денежные заседания на самом деле на самом деле на самом деле документ регистрировать не нужно но он на самом деле является предметом изучения в ходе судебного разбирательства в ходе работы с прокуратурой в ходе приговоров с администрацией в случае какие-то скажем моменты в положении оказываются ну скажем недостаточно четко прописаны либо прописано так что они могут быть использованы против нас конечно надо эти положения усиливать исправлять это бумага не только для нас но и для внешнего мира если мы хотим примирать бумагу для себя можно написать положение в порядке работы первичных клуб организаций куда начнут списать все те вещи которые у нас не для внешнего мира они для него предназначены я бы хотел остановиться на некоторых постпостатейных моментах может быть не все сейчас назову потому что в категории смотрел пункт 1.5 я поддержу Олег Борисовича в отношении фраза что консорсник подчинен не подконтролен политическим партином таким общественным объединением значит понятное дело что в такой фомулировке подпадает и высшестоящий профсоюз это понятно потому что это тоже другое общественное объединение нежели первичным профорганизациям здесь требуется скорректироваться здесь может исключая высшестоящая профсоюзная организация вот на этом церковь закончится пункт 2.1 абзац членам профсоюза может быть работающий во музее по трудовому договору и не являющийся работодателем или его представителем а также именно неработающий или пенсионером в музее значит два нюанса первое то что надо по хорошему расписать представителя работодателя и у нас в наших документах это прописано в частности в организации 1.16 очень четкая там идет формулировка потому что это сотрудник который обладает функциями республического характера на его увольнение да до примеру и так далее а то что почему время неработающий допустим работник недавно был на ОМОЗИУ в разных обстоятельств скажем уволился работой здесь через дорогу в ЖЭКе но так же создать не может одно по-прежнему платит в ЗИЛ и как бы готов участвовать в работе как активизм пассивную нагрузку выполнять мне кажется надо писать не то что он временный неработающий а больше работа другое дело что это должно естественно в каждом индивидуальном случае смотрится потому что их не очень много хотя они есть здесь не работают не категория люди бывают такие исключения на самом деле когда величины хотят быть членами профсоюза хотя уже данные организации не работают и надо их позиции уважать тем более у нас общие численности и прочтение и значит пункт 4.1 обеспечение большинства рабочих во всех входящих профсоюзов хоза это естественно приемлемо нормально только надо понимать что у нас есть профсоюз не только на промышленных предприятиях то есть профсоюз защиты школ и поликлиниках и даже в органах местного управления среди клерков и минеется и так далее то есть это приемлемо рабочим персоналу формулировка только для промышленных предприятий да мы таки как партнерку на читающего тоже можно обязательно исключать пункт 5.3 в последней строчке общее собрание конференций членов профсоюза утверждает важнее решение правкома значит это вымаживать просто коленом железом почему потому что в этом случае администрация всегда может любое решение правкома протестовывать любом судебном прокуратуре говоря мы считаем что решение о том чтобы блокировать увольнение важное решение вы его на на общее собрание не выносили поэтому вы нарушили свой собственный устав в положении причины прав организации ваше решение сил неимен поэтому источник надо вычеркнуть вообще надо сказать что у нас же есть и нужно как один документ рассматривать положение о порядке работы руководящих органов первичных профорганизаций достаточно детальный документ Олег Борисович будет его разослать на местах там о чем идет речь есть допустим ситуации когда невозможно собрать общие собрания такие что вместе собраться не будут законности нигде такая форма как заочное собрание не предусмотрено но нам никто не мешает утвердить ее для самих себя то есть написать в положении предки работы и указать что существует допустим принятие решения порядка вопроса существует выбранная профсоюзная конференция со сроком полномочий год чтобы нам можно было взять один раз избрать сроком полномочий на год на два года и потом не мучиться собраниями по участкам подразделениям когда еще администрация препятствует проведение это важно для профсоюзов которые раздроблены не в томом хозяйстве или на каком-то крупном заводе где от одного цеха от другой без пропуска не пройдешь и в этих условиях естественно нужна такая конференция которую можно собрать позвонить 10 человек из которых 6 подойдут на то что все на руках есть готовые легитимные решения которые ввести прикрытием любого решения от обостройки еще потому что на конференции и нам не нужно мучиться три месяца пока администрация будет вызывать избирать делегаты конференции понимают что через полгода будет это делать значит дальше где мы пишем по поводу правкома нам нужно не только указать что решение правкома полномочия правомочия вернее если при их принятии присутствует больше половины правкома и что присутствующих рабочий но и о том что при этом еще больше половины присутствующих не только сколько людей присутствует но еще и сколько людей голосует за решение указать что мы ведем речь о простом большинстве а не о большинстве квалифицированном ну и я буквально два момента замечу которые мы с ним же продавали после председателя мы все таки после дебатов решили из того положения которое у нас как бы предназначено для внешнего мира то есть для администрации и так далее в принципе соприседателя придется убирать почему если на основном кодексе написано что гарантия от увольнения обладает руководитель профсоюза или его заместители то с принципом соприседателя мы можем ходить коллизию далеко не факт что мы процесс сможем выиграть потому что суды у нас понятное дело при любом сомнении выносят решение против рабочих профсоюза сомнению понятно что есть позиция Сергея Владимирович Храмова который говорит что соприседатель как бы кусочки председателя единого но суд может прийти к новому мнению о том что раз руководитель одно лицо а раз заместители то замы одного лица сомнение поэтому здесь наверное проще все таки хотелось формально хотя согласно целиком полностью что во внутренней работе необходимо думать таким образом сохранять и в том числе так сказать чтобы работал это отдельное обсуждение пройдет и еще вещь которая в положении отсутствует и которая крайне нужна о том что члены правкома и циркова члены правкома и циркова по должности являются заместителями руководителя правком и циркова по руководителям легко видеться следующим механизмом это тоже требует раздумий что руководителем если у нас институт сопредседатель какой-то личный профорганизации очень ценен то можно писать так что руководителем в смысле настоящего положения о профсоюзной организации является сопредседатель с правой первой подписи на финансовый документ вот так как можно писать в принципе и мы правда тогда впадаем в ситуацию когда у нас могут быть трудности техническим проиграть других сопредседателям но то это похоже нам будет оценивать то вот то третий вопрос третий вопрос про что проработает судить председатель председатель я буду называть это пунктом пункт 1.5 мы вчера мы вчера уже говорили о опять же строчка где написано что он не причинен и не под контролем политических партий а других общественных а я немного прокатил теперь я хотел сказать о том что касается политических партий значит ну те кто меня знает они подтвердят что ко мне лично никогда нельзя что какие лобовы заключение какой партии пока не на то все знают что в чем искусство выступления подожди что я стоял за то что защита труда является метапартизм и так далее поэтому значит но и поэтому я согласен с тем что необходимо формулировать он не причинен политическим партиям значит теперь когда мы говорим не под контролем то мягко говоря не причинен это ну во-первых это просто юридические требования закон союз под контролем то мы начинаем лукавить перед собой ну такой пример возьмем профсоюз защита архома 16 ну вот под контролем мрф не под контролем под контролем по крайней мере то же самое можно сказать что допустим профсоюз защиты города сызрани под контролем мрф там профсоюз защиты такой-то под контролем почему потому что руководство профсоюза так сложилось что руководство профсоюза в основном стоят членов партии поэтому записывается что не под контролем это сами перед собой шуру так опустили и ничего не видно по моему на мой взгляд не требуется да запись о том что профсоюз должен быть не подчинен ну во-первых действительно юридическая норма требования мунициплиниции здесь мы от этого и не можем но и потом действительно если мы с вами думаем о будущем организации то понятно что подчиненность одной партии это все большой жирный крест на правительство а подконтрольность здесь говорит просто странно потому что это факт оно по-другому происходит значит это первое второе пункт 2.1 вчера тоже уже отмечалось значит и тоже в общем-то говорилось о ну тут собственно пункт прочитать рабочий значит член процеду может быть без перечисления вот а также временный работающий при пенсионер на мой взгляд какая формулировка не совсем допустима и по крайней мере в таком виде может быть здесь необходимо подумать перед формулированием просто на мой взгляд такая формулировка может гипотетически привести к такому положению что у нас у вас и у кого вы не работаете а временно не работаете для вообще дмитрий я знаю что в практике большинства наших простолюдов защита пенсионеров и временно не работающие стараются их понимать когда я знаю вот есть пример того как тот же Виктор Круичгалов отказался регистрировать на Совет защиты пенсионеров в Ленинградной городской области на полторы тысячи человек продавал массу потому что это ну да как-то можно прописать какой-то статус если человек уходит на пенсию чтобы он не терял связь с коллективом с организацией наверное надо прописать некий статус что да он сохраняет почетное членство какие-то льготы но право поднимать руку ему нельзя поднимать руку может тот кто работает на предприятии соответственно тот на кого сохраняется как права как то что касается то что касается то что касается то есть какой-то статус пункт 4 1 вот мы вчера уже с Василием Ивановичем на эту тему поговорим значит здесь случится течение большинства рабочих последствий сходящих вот ну наверное Олег Васильевич работал с космос и так далее что действительно если мы говорим о конкретном положении АМУЗИЛ и конкретно вот данной организации которая организовалась на базе рабочих цехов то я понимаю но я могу сказать по практике подсоюз защиты что у нас есть подсоюз у которых вообще рабочих нет ну в школе нет рабочих да или в театре ну в театре можно найти рабочие рабочие мотировщие официальные и так далее вот или в институте ну откуда там ну нет ну сборник есть рабочий и дать ему право решающего вот вот он один а 100 человек он как поднял вот он один а 100 человек он поднял до 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 инициативу членов наших процессов, а здесь мы разы рубим целый слой членов наших процессов, а просто потому что они не знаю, тоже нельзя было меня отменять, что у меня такое благожелание нашей интеллекты и так далее. Я тоже все представляю, все понимают. А там многие годы проработал рабочий, краску на заводе. Поэтому представляю все эти взаимоотношения и так далее. Но, тем не менее, я не согласен с таким образом. Считаю, что его надо в каких-то образах только перестать. И даже, что касается того же завода. Представьте, например, вчера тоже я проводил, что я с вами вас разговариваю. Ну вот представьте, институт, научный институт. На нем есть опытные производства. В научно-институтском институте работают тысячи человек. Из них в опытном производстве сто. Создается профсоюз. Так случается, что там 300 человек из них это научные работники, и так далее. Человек 70 из рабочих. Если мы будем действовать по этому положению, то 70 человек будет решать за 300. И так тоже не правильно. Можем много говорить о правильности классного сознания рабочего. Там сказали, что научный работник всегда пусто. И все что будет. Но, тем не менее, из этих демократических отношений. 300 человек уйдут из профсоюза, если им не дать какие-то гарантии того, что они могут стоять на работу поставить. Потому что если человек не имеет права решающего плотно, то на работу с этим въезд не может. Значит дальше. Если кто-нибудь докажет меня правдное, я буду рад. Пункт 7.1. Я не совсем понимаю какого-то представительства миру и так далее. Имеется в виду, что ротация представительства. И так далее. и того, что он диригировал за другого и так далее. Это может быть очень хорошо с точки зрения ротации гаража, переключения максимального количества управлений. И все это очень прекрасно. Есть только один нюанс. что в суде, если вы боитесь суд защищать, то члены правкома, то нужно учитывать, что те гарантии дополнительные, которые даются закону для членов правкома, в основании это только для выборов. Диригирование, членов платформы, это уже, вы будете долго суде окаживать, что одно и то же. На самом деле он тоже выбран, но там, а не здесь как-то, да? То есть вот… Большой вопрос. Наверное, всем интересно, что о чем вы говорите. Вы идите и расскажете. Что это значит? Очень внимательно надо относиться к этому моменту. Я не совсем понял в том же пункте, даже честно, я вообще его не понял. Что это значит, если кто-нибудь не смог объяснить, я буду точно догадать. Если профсоюзная группа окладывает не всех членов профсоюза, то состав профсоюзного комитета может пополняться членов избранным на общем собрании конференций. Я не понял только, как профсоюзная группа могут охватывать не всех членов профсоюза. Если в данном случае имеются пенсионеры, вот те самые пенсионеры временно неработающие, то я так понимаю, что вот их дам. Ну, я не знаю, зачем это вообще. Честно, не понимаю, кто-нибудь объяснить будет очень хорошо. Так, ну, дальше, значит, вот пункт 7, 6. Заседание правком проводит, как правило, рабочее время сохранение участников заседания среднего заряда. Проблема этого пункта состоит в следующем. Значит, ну, во-первых, если вы в коллективном договоре сможете записать вопрос, да? Ну, вот тут, конечно. Вы не можете записать то, а то есть обязать через свой устав, вы тогда же запустить вашу товарищу деньги. Не писать, то можно. Да тогда нет. Тогда вам уже где-то записано. Что вы делаете? Что вы делаете? Подписывайте коллективный договор. Это новое. Это новое. Или тогда можно это приказывать по-другому. Что простают от плача. Свои члены правского. Можно это дать. Можно быть, да. Можно, можно. Только если, как сказать, есть деньги. Можно просто, если деньги есть, но вот будет так оплачивать, так и они кончатся. Быстро. На остальное не платят. Это число добрых проявлений. Очень хорошо. Ну, только вот тоже проблем, ну, существует. Ну, а сопредседатель окружающего области чтения вчера говорил, да, что как бы вот есть проблемы в этом плане, юридического плана. Хотя, действительно, я вот тоже всегда, там, где-то в одной для нас проводить. Тем не менее, сегодня в Союзах, вот, сегодня с введением проголосок на дайте, тут сложится, какая ситуация, когда можно очень долго доказывать в суде, что сопредседатель – это то же самое, что председатель. Вот. А, как правильно сказал Олег Васильевич, в сегодняшнем судах любое сомнение практически только председатель. Вот. Поэтому здесь, конечно, видимо, необходимо как-то искать любую форму. Хотя бы вот форма того, что максимально, как уже вчера, отмечалась ротация. То есть, избирает председатель, но он сидит не там сколько угодно, да, а там полгода. – полгода в следующем. А это становится на самом деле. Ну, если получится такая система работы, если это удобно, ну, то есть, пожалуйста. Ну, тут же тут, наверное, зависит от того, какая организация, какая, допустим, я, допустим, не уверен, что у тех Я, допустим, это огромная организация, председатель успеет что-либо сделать там, опущить свои пункты за полгода, может, там больше надо, да. То есть, тогда было только дело обедить, там их тоже что-то. Вот. То есть, ну, просто начинать тратировать чаще, как говоря, обязанности стать, как раз в год, обязательно менять организацию, да. Вот и как-то начать, что-то там было. Ну, и все. Да, ну, и так хорошо. Спасибо. Значит, отключаю на первом вопросов, я добавляю. Значит, по поводу подконтрольности. Значит, давайте не бутать бута. Подконтрольность и партийное влияние в организации – это совершенно разные вещи. Центральный комитет РКРП никоим образом не контролирует профсоюзную организацию защиты Азоноса-16. Влияние РКРП в этой организации – далеко, бесспорно. так? Но завтра, грубо скажем, там появится 50 марксистов, которые встанут во главе. И влияние РКРП падает, но подконтрольности – нет, ни с этой стороны, ни с этой. Там марксисты будут, так сказать, влиять, больше влияние обладать. Это не контроль, это влияние, это разные вещи. И этот пункт принципиально правилен здесь в записи. Принципиально правилен. Вот если бы мы отказались от партийного влияния, вот это было бы лидером. Незадача еще Владимиром Ильичем сформулирована. Оперативное влияние профсоюза. Влияние – это одно, а контроль – это совершенно другое. Так, далее. Значит, по поводу учителей, уборщиц и сторожей. Значит, вообще говоря, надо внимательно читать повестку. Мы рассматриваем положение о рабочем профсоюзе. Мы не хотим создать типовой проект для профсоюза защита, потому что это в определенной мере невозможно. Профсоюз защита, он, так сказать, гораздо более широкий, чем рабочие профсоюзы, рабочие профорганизации. Мы говорим о рабочих профорганизациях. И в связи с этим все эти вопросы отпадают. У нас записано положение о рабочих профорганизациях. Принцип прямого дивидирования – это не ротация, это не вопрос ротации. Это вопрос контроля за исполнением более годовых членов профорганизации. Если береги 200 человек на конференции, то будем брать надо на конференции. А конференция через полгода. Он за полгода столько может там наворочить, что потом не разгрызешь. А здесь по ладоши пусть делал, ну, с точки зрения этого еще, второй будет бывает, он скажет, мы другого пошли, вот он будет работать. Ты ничего не понимаешь или понимаешь неправильно. Все, человекопогоняли. Это ответственно. Перед теми, кто тебя дивидировал. Это то же самое, что выборы на производственном принципу и выборы на территории. Вот на конференции эту территорию выбирали. А когда первичная профорганизация, профгруппа тебя дивидирует, то пробка пособралась и сказала, ребята, что ты тут делаешь? Давайте это выбор. Ему в глаза говорят, ты вот здесь, 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 сам будет. Пойдет вот этот. Все. Вопрос пришел. Это ответственность. При его декором выбор, да не формирование комитета не прекращается. Это самая демократичная форма. Это идет непрерывно. Каждое решение, о котором докладывает член профсоюзного комитета, это его предвыборная кампания. Если он доложил, что сделал что-то не так, его убирают, назначает норма. Вот это нормально. Вот это высшая форма демократии. Так, значит, если охватываете всех членов профсоюза полгруппы, может такое быть. В одном корпусе есть три человека, это полгруппа. А в другом корпусе один человек, это полгруппа. Третьим, один, четвертым, один, пятым и так далее. Корпусов у них много. И получается, что в полгруппах объединены, скажем, 30 человек. Так, по двадцать человек, по одному, они не объединены в группу в первичное звездо. И вот от них ведутся на выборы уже на конференции. Это тоже нормально. Это тоже нормально. То есть здесь никаких противоречий нет. Так, ну, собственно, на этот вопрос я ответил. Вот. Я вообще подошел к этому положению мест людей иначе. Вот. Значит, я бы хотел здесь внести некоторые корейцы. Значит, прошу меня послушать. Значит, кнопка 1.3. Значит, профсоюз добивается повышение реальной заработной платы, повышение условий труда, соблюдение нормы рабочего времени с целью создания предпосылок для свободного развития работников. Значит, я бы здесь добавил очень важный пункт, который сейчас есть в законодательстве, но идет мимо глаз наших. Значит, после соблюдения нормы рабочего времени добавить и норм труда, потому что есть положение, что нормы труда согласуются с профсоюзом. А нормы труда – это сейчас самое больное место. Везде. Везде. Нормы, в общем-то, рвут совершенно произвольно. И если вот такую задачу берет на себя профорганизации, это очень важный момент. И заниматься этим просто необходимо. А? Нормы трудают? Нормы трудают? Нормы трудают? По-моему, нам трудно дать рабочее время, нет? Нет. Вот нормы рабочего времени – это одно, а нормы труда – это совершенно другое. Нормы труда, они определяют интенсивность труда. Ну, совершенно верно. Вот это вот одно из... Да. Одно из нормы труда. Так. Значит, в пункте 1.4 способствует принятию трудового кодекса. Ну, может быть, и кодекса прогрессивного. А прогрессивность трудового законодательства может поширить немножко вопрос? Нет. Ну, вот это мое мнение. Пункт 1.4. Значит, способствует участнику, участию работников в организации производства. Вообще организация производства – это немножко метод. Управление производства. Ну, вчера говорили. Говорили. Ну, записано так, да? Записано так. Я читаю по тексту, который у меня есть. Так. Вот временный работающий или пенсионер, у меня тут тоже есть сомнения, но вот чёткого мнения я по этому поводу не имею. У меня есть только сомнения. Поэтому я ничего говорить не буду. Значит, далее. Пункт 3.2. Пункт 3.2. Членам профсоюза гарантируется защита их прав и законных интересов. Это вот… Пункт звучит так, как будто в государстве, в муниципальных и хозяйственных органах, если ты уступишь в профсоюз, тебя будут встречать, и распространственные объятия. Вот. Ну, понятно, что этого нет. Поэтому надо… Профсоюз гарантирует своим членам защиту их прав и законных интересов и так далее. Профсоюз гарантирует своим членам. Так. Далее. 4.1. Пункт. Гарантирует защиту. Или… Профсоюз обеспечивает тогда своих членов. Или защищает своих членов. Ну, давайте подумаем. Ну, здесь неправильная коммунировка. Тут именно, что профсоюз защищает. А, совершенно верно, Николай. Своих членов. Их права и законные интересы. Да, наверное, так будет правильно. Далее. Пункт 4.1. Вы заметили. Наверное, при реализации конферта. При реализации конферта. Приметция. Приметция. А. Приметчание конферта. Приметчание. При выполнении. При выполнении, при реализации, при выполнении реализации, это мы тоже. Так, по поводу, значит, пункта 5.2 об оплате на профсоюзные, так сказать, на выполнение. Времени налоговыми профсоюзными, там обязаны, то есть участие в конференции, заседании, выполнении, значит, этих самых каких-то поручений, здесь это все пишется, что это оплачивается. Значит, вообще говоря, правильно, это надо добивать коллективные договоры, вот, и, значит, Валент Борисович, тут правильный был сомнений, что если бы не записывался, то тоже этот пункт помогает. Значит, я считаю, что его надо сохранить, как задачу для данной профсоюзной организации, чтобы они коллективный договор, это дело заложили. В данном случае я знаю, что это дочер, это и дело. А заводили, это наш, это тоже и дело. Это, в общем-то, достаточно распространенная норма, и добиться этого возможно. Администрация, администрация из-за оплаты, грубо скажем, 300 часов на всю организацию в месяц, пойдет совершенно спокойно. Это, ну, это не такие копейки, за которые одни копья ломать не будут. Так, ну, здесь просто перчатка, и буду творить. Теперь, пункт 7.1. Профсоюзный комитет формируется путем делегирования представителей. Значит, здесь надо добавить, путем прямого делегирования. Это очень важно. Прямое делегирование представителей от просоедов. Да, и по поводу, вот, пункт 7.7, избирая трех сопредседателей, значит, ну, действительно, это проблема. Значит, может быть, этот пункт изменить таким образом. Вот это вот надо обсуждать. Может быть, таким образом, что председателя у дана, которая работает, значит, на освобожденной основе ревное количество времени. Или заменяет председателя, там, и такое-то количество времени. Значит, здесь будет у председателя задача всех троих научить, во-первых, международных информацией, для того, чтобы они могли не изменить в любое время. Так? Это одна сторона. Вторая сторона, председатель будет знать, что всегда есть замена, что он будет вот сам, сам, а один из четырех будет он просто. И у него будут постоянно дублеры. Это, в общем-то, полезно на всех отношениях. Вот давайте подумаем, как это лучше сделать. Вот. А в целом, в целом я считаю, что вот те базовые позиции, которые здесь заложены, вот в этом положении, в общем-то, приближают организацию, вот в соответствии названия рабочие, вот, мы видим в том, чтобы в данном положении закрепить передовой опыт профсоюзного опыта. Вот для положения, это важно. Потому что если брать то, что уже есть везде, и что вот эти неправильные, сейчас ошибочные, какие-то вредные традиции, то это положение не может. Если брать то, что вроде бы и правильно, но еще не достигнут, неосмысленно и не опробовано, то это тоже не нужно. Вот передовой опыт, это как раз то, что и требуется. С одной стороны, это проверено, с другой стороны, проверено не все, и правильно вызывают вопросы тех, кто еще к этому передовому подошел. Я, вот если с этой точки зрения посмотреть, то мне кажется, в целом, задача мы это решили, то, что мы включили в положение, вот, естественно, нового, да, и выделенного курсивом, в общем-то, отражает передовой опыт. Ну, скажем, я не думаю, что во многих положениях и уставах написано, что профсоюз убивается в повышение реальной зарплаты и так далее, и так далее, в целях создания предпосылок для свободного развития работников. Какая-то такая, свежая это, постановка вопросов для свободного развития. Но, тем не менее, это и есть, скажем, в законодательстве трудового в Германии, где прямо записано, что нормы, кстати, эти же законодательства используются для развития работников воевлаги. И, в конце концов, свободное развитие человека, это форма, на которой сидит даже Конституция Российской Федерации. Почему же нам это не внести? А это, в общем, люди понимают тоже, так сказать, и понимают их понимание того, что надо делать. Значит, дальше, вот я смотрю с точки зрения того, насколько положение отражает передовой опыт. Вот, записываю пункт 1.4, что профсоюз способствует принятию прогрессивного правоухода. Скажите, пожалуйста, разве это придумано? Разве, вот здесь уже говорили, профсоюзная организация только в первичности не занимала свою позицию в этом отношении? Занимала, не боролась, и понятно, что дальше пошло уже решение всего профсоюза в целом. А почему мы должны ограничивать только какими-то узколокальными задачами деятельности наших профсоюзных организаций? Потому что, когда возникает общая такая, сказать, российская компания, мы все равно туда приходим. Это очень правильно. Я понимаю, что это такая стратегическая задача бороться за прогрессивный правоход, которая может не сразу достигнуть. Поэтому я вот еще предложение Владимира Михайловича и сказал, что способствует принятию развития трудового законодательства, запытая принятие прогрессивного правохода. Вот Олег Васильевич говорил, что сейчас 6 поправок. Им вообще надо поддерживать. Когда мы еще трудовой год в целом будем снова пробивать? А поправки уже сегодня надо поддерживать. Поэтому вот в такой мягкой форме, что в конце поставить нашу перспективную задачу борьба именно за прогрессивный здовой кодекс. И это нас тоже, в городе, отмечают другие профсоюзы. Значит, вот вопрос вызвал пункт 1.5, где говорилось о том, что профсоюз не подчинен, не подконтрольный политическим партием. Как раздался этот пункт? Есть там даже не публировка, которая, ну, заметьте, она из Канадайского взят, что профсоюз в своей деятельности независим от органов исполнительной власти, не подчинен, не подконтрольным им, и имея в виду вот все здесь, не подчинен, не подконтрольный, не независим относился к политическим партиям. Мы вообще-то разорвали, независим от органов исполнительной власти, и ничего не поставили точку, не писали, не подчинен к неподконтрольным политическим партиям. Что из этого следовало? Что бы мы вовсе не хотели сказать, что профсоюз независим от политических партий. Вот этой мысли в нашем тексте нет, она врага. А в формулировке принято законом прямо указано, что он независим от политических партий. Вот наше положение, но такое, так сказать, понимание не исключает. Почему? Не исключает от него. Он и зависим. Да, он и совершенно правильно, Олег Борисович говорит, конечно, зависит. Но он не подчинен точно и не подконтрольный, если мы вызываем на ковер, и будем говорить, что же там у тебя с профсоюзом, и как-то вот. Контрольность, подконтрольность вот и понимается как какая-то непорядочная форма отчетности и изыскания. То есть, поэтому я все-таки согласился с Владимиром Михайловичем, что здесь вот партий не влияет, и этого достаточно. Ну, это правда. Что касается пункта 2.1, то тоже здесь, вы, своим неработающим, как-то работают нам. Потому что это безработные, если безработные сами все где-то плавают, то… Все безработные сами. Все безработные сами. Все безработные сами. Все безработные сами. Понятно. Но это они пропадают и так далее, видишь, они бы были как-то организованы. Хотя я согласен, что равные давать права им, но никак нельзя. Это правильно. Иначе баланс будет. А равные права им не нужны. А как же будет у них там? Не нуждаться безработным. Как есть, назовутся. Ну вот так. Зачем в профсоюзе? Что им там делать? Пусть борются, чтобы не стать безработным, когда они назовутся. Вот и все. Чего тогда записывать? Ну так, было записано. Спасибо вам. И бывают врачи, и 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 врачи. Вот на профсоветов все же работники. Мы должны, конечно, не должны оставаться. Ну вот, с радостью другой должен. Значит, по пункту 7.1, что касается, я целиком согласен с тем объяснением, которое дал Владимир Михайлович, и именно это меня возведут, что там, где профсовет еще не охлаждался, не охватывает всех подразделений, и где еще нет всех групп, то оттуда тоже должны быть представители профсоветного комитета. И это допускается путем вот такого порядка, которое здесь там будет. все остальные пункты, по-моему, очевидно сказать, и по-моему, правильно. Я согласен, что если заседание профсоветов проводится, как правило, в рабочем времени, в стране, за участниками заседания, то вот там оговорено, что по условиям может учить по условиям коллективного договора. В одном пункте мы сказали, что проводится собрание конференций по условиям коллективного договора, чтобы людей не расслаблять, чтобы они не думали, что им администрация это будет давать сама. Да, и вас этого надо. Тогда можно во всех этих случаях об этих вот предоставляемых сверхзаконах говорить по условиям коллективного договора. И в этом случае. Вот что касается пункта 7.7, то это, наверное, единственный пункт, который, как вот я теперь вижу, не отвечает критерию, что в положение надо включать теория, которое обобщает передовой пункт. Вот опыта такой работы, вот самый передовой, так сказать, способ работы опыта, но такого еще нет. Вот сколько я не смотрел, я не видел, чтобы опыт трехся председателем, переменным, который работает неделю, такого опыта еще нет. Может мы к этому придем, но вот критерию включения в положение передового опыта, данное положение не отвечает. Поэтому, видимо, надо действительно корректировать. Владимир Михайлович, если предложил, то что что отвечает, то остальное? Все остальное отвечает. Все остальные новости передового опыта, так или знаешь, передового опыта отвечает. Вот пункт 7.1. Часть передового опыта? Отвечаем. Это у кого? Вот такой пункт. Прямой диригированный. Прямой диригированный. Ну да. Значит, прямой диригированный состав, я понимаю, есть у них профсоюзные... У них другая система постоянная. Я знаю, какая. Потому что там есть уровень. Что касается для профсоюзной организации, мы же еще раз говорим, это не типовое положение, здесь действительно положение профсоюзной организации, Центра защиты, АМСИ, то там никаких еще уровней управления нет. Там есть один орган, поэтому такой структуры нет. Для них, конечно, прямой диригированный. А прямой, если один человек должен диригировать, еще какой-то минувший уровень. То есть, тут очень конкретно. Для положения конкретной администрации должен быть конкретный уровень. Я не понимаю, что это. Почему? В суде как вы будете выступать с основания прямого диригирования? Он понимает. Как вы будете защищать человека? Если он не выборный, а прямо диригированный. Это и есть по 100 граммары. По положениям он ставит. Да так? Да вы не докажете... Хорошо. Давайте напишем, что выборы путем прямого диригирования. Ну выборы такие. Такой формы. Вот ты есть еще так. Давайте. Олег Борисович, сейчас понимаю, что если не только для себя, а для суда, значит надо формы такие. Нет, а для чего вообще это делать? Для себя... А выборы путем прямого диригирования. То есть, давайте напишем, что выборы путем прямого диригирования. А если что, вероятно, все разделение собирают и голосуют, а что? Голосуют, главное, может быть, только за... Значит, что касается... Вот правильно говорится, что мы говорим о рабочем профсоюзе, но, а какой универсальный характер, если только возникает вопрос? Ну хорошо, если отличится. А что здесь общее, так сказать, ценовое значение? Не только для рабочих профсоюзных переведущих организаций, а для других профсоюзных организаций. Какой-то можно из этого сделать? Можно. Некоторые вещи здесь общее значимое, что... За что борется? Во-первых, создание под служб для свободного развития. Какая цель? Это учителя могут быть, кто угодно и врачи. Способствует принятие профсоюзного правового кодекса? Это тоже профсоюзная организация, независимо от того, какая у них профессиональная принадлежность. Организация производства участвует в управлении. То же самое, и так далее, и так далее. А есть некоторые специфические положения. Большинство рабочих, да, и так далее. Здесь, я думаю, надо просто... Что посоветовать? Имеется в виду, если брать в общем виде, что здесь рабочие – это основная профессия, жанра предприятия. antalmens applying asking... Для других профсоюзных проорганизаций ввеч будет большинство представителей профессии основной профессией для данного предприятия, для данной организации. Поэтому, то, о чем вы говорите, — научно-исследователь dotons, я с вами согласен, что там не основная профессия для данного профсоюза, основная профессия будет научная работа. Значит, вот их должно быть большинством. Я с вами согласен... Инженер конструкторов Для данного учреждения – это основная профессия. Вот их – и должно быть большинства. Потому что они образуют костяк, где есть подсоединенные организации. И это не значит, что им должна, так сказать, самая большая честь. Как скажем, доктор. Это тоже может быть организацией, это тоже может быть организацией. Если скажем, доктор, то это не большинство, но это большинство основных профессий с тобой. Значит, они должны иметь решающий голос. А в институте вы наоборот. А в институте я наоборот. А в очередь всех порезать под украинцем. А научер, попросить в университет, власть. В университете я же понимаю прекрасно, но кто, чьи основные являются интересы профессиональные. Преподаватель, поэтому большинство, способ, преподавать. И такого длежать, что там большинство рабочих нас. Он вообще плохо выслезает. Это неправильно. Но тем не менее я понимаю, что если большинство рабочих будет в рабочих профсоюзах, то рабочие профсоюзы это вообще, говоря, автоматиз всякого профсоюзного движения. Потому что когда все ругает, все наши прекрасные университеты, большинством преподавателей, ничего добылся. Поэтому этого не мешает. То есть на уровне объединений, ну это уже дальше, проблема более высокого уровня. Тоже надо обеспечить большинство, так сказать, решающего рабочих профсоюзов. Тогда не будет обидно. Почему будет? А зачем? Можно подумать об этом. Но еще, во всяком случае, передовольство, об этом нам мало что говорить. Мы еще не дошли к этим проблемам. Хотя может уже и так. Вот с этим оговорком, я думаю, что это важный инструмент. Не может стоить его использовать. Может распечатать, как снег на унитарий, снег на мишени. А нужно вопрос всем. Рефлику. И вакуру. Рефлику. Вопрос и две реплики есть. Пожалуйста. Вот, допустим, как наше воскресенье может добиваться соблюдение, вот, ну, на обучение времени, на много труда. Что мы, как мы должны это контактовать, что мы должны, допустим, требовать. Вот, допустим, мы должны обслуживать 45 больных медицинских персоналов, социальных персоналов. А нам 50 больных уже. Мы должны требовать, чтобы оплатили за эти 5 больных. Оплата была какая-то. Как мы должны регулировать все требования, что мы должны делать? Ну, рассказываю. Что вы считаете нужно? Если вы считаете, что никак не больше, то добиваете коллективный договор, что больше не будет. Это через коллективный договор, или просто требовать как-то выходить с каким-то заявлением? Ну, лучше всего коллективный договор. Ну, коллективный договор нам не будут ничего включать. Они все сделают для того, чтобы без изменений был пол-договора. Значит, а если мы согласны с тем, что мы больше обслуживаем, мы совершенно правильно ставим вопрос. Если, значит, это сверхнорм, тогда это сверхурочная работа, это дополнительная оплата. Просто с оплатой. Что вам больше не хочется сказать? Кромулируют, что это сверхурочная работа, да? Это сверхнормативная загрузка. Это не сверхурочная, это сверхнормативная загрузка. Вам обслуживание, я скажу, превышенное. А темы дополнительные оплата. И для всего, если вы доволен оставят, будьте добры обладать. Реденов Сергей, сопредседатель профсоюзов защиты, заметил профсоюзов, что СМРУ. Хотел заметить, что правильно здесь скажут, что это чисто рабочее положение, которое будет для дела. Неплохое положение. Конечно, тут нужно много-то работать еще. Но слабость, я вижу, в чем его? То, что вот это положение, оно, в принципе, еще не прошло. То, что те стадии регистрации не имеют. Правильно? Положение регистрируется? Регистрируется, пожалуйста. Нет. Я имею в виду, конечно, смысл того, унитарный профсоюз. Я, конечно, сторонник унитарного профсоюза. Почему? Легкая самая... В чем заключается этот положение? Вернее, самая унитарная профсоюза. В том, что простота регистрации всех, так сказать, первичных организаций, это раз. Это в чем заключается? Что любой человек, который захочет показать свое настроение, вернее, не настроение, заняться своей работой в профсоюзе, захочет, ты сам просто заключите, вернее, создать свою организацию. Вот так. Я не хочу касаться вот этих положений, которые тут написано, вернее. Просто одно заметить, что работодатели не должны присутствовать в правком. Я же, самому, безговорен. И его клиент, и они, и капотики, это должно быть точно, есть оговоренно, и насколько отлично. Ну, вот, ну, что я хочу сказать. Просто я не понимаю, зачем нужно не запредать его себе. Хотя, на месте склоняться, оговаривать, например, о единственном профсоюзе самом-московском в этом положении. Почему мы не можем здесь вот так говорить о большем, например, о общих профсоюзах, в общем, общее положение, мне это самое не дело, которое можно, например, как я сказал, ясно председатель профсоюза, вы можете в свою организацию принять еще какой-нибудь профсоюз. Например, а ваши детские сады, определенных вашему, как вы под этот устав, вернее, положение, припишитесь, так они просто обидят, потому что мы у вас там никто. Не пойду. Общее положение, оно может, это самое, расширить ваше просто, это самое, ваше влияние. Вы можете создать то, что в этом положении не могли бы никак создать. У меня предложение, может, это, заседание, по-моему, РКР, не изобретать новый успех, а доработать старый, как-то не так, да лучше, что это самое, модернизированный, его сделать. Есть, как положение, вошел вше, это самое, меню, подтвержден меню, что, вот так, существует, такой работает, Арзамай-16. Это, конечно, смысл монетарного профсоюза, положение. Легкость, что нужно, это самое, для создания, для самоорганизации, легкость этого. Подает положение, можно подписаться, это 5-минутный дел, уже прошло это все. Виктор Григорьевич, как-то изданного, одной бумажки делают профсоюз за 2 часа. Понимаете? За 2 часа. Вы можете за 2 часа сделать, это годы, годы, годы работы. А потом, в течение месяца, этот профсоюз, который создали, можно создать. Да, 1 месяц. Олег Борисович, мы не заставляем. Сколько процентов на сетях создания профсоюзов и развалов? Ну, из 3-х, 2-х, течение полугода. Вопросы о том, что можно годами делать, 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 потом раз. я, конечно, не знаю, с моим предложением, как бы взять за основу положение или даже перенять методы работы, которые уже наработаны, профсоюзы, действующий профсоюз, и перенести, как бы, это, на базу других. Ну, подумайте сами. Давайте я вам, это, на данное положение, а вот, это голосовательный, это голосовательный, это голосовательный. Реплика тоже есть вопрос, вот этот вопрос мы поднимали уже не раз, и писали его, значит, в письмах, звонили Гамову, вы должны это были знать, что дайте предложения свои, по этому вопросу. Дайте. Я звонил не раз, в чем делать? Вы сейчас, значит, на стадии принятия этого положения приносите нам... Я не отрицаю. Кстати, вот это положение... Давайте возьмем за основу. Где же вы были год назад? Даже я не могу неправильно выразить за основу. Почему под этим положением много отработает всех профсоюзов? Это же элементарно. Мы, сам, в какой-то годы здесь есть, пишем такие бумаги... Мы, конечно, целый раз смотрим, что говорить. Я вам реплику просто говорю, что вот в чем все делать. Не отвечать на ее. По поводу создания какого-то общего положения единого. Ну, его, наверное, невозможно создать, и не надо вообще к этому стремиться. Потому что условия работают, условия работают. Например, скажем, в Назилии, или в Ардамасе, или у нас в Порту, значит, они совершенно разные. И, наверное, вот Василий Иванович, там, как автор, да, вот этого дела, он, наверное, учитывает условия, которых мы можем даже не знать, или знать там не до конца. Вот я хочу сказать про наше положение, которое... Вообще, да, положение, это такое дело, это же не на века написано. Его можно сколько угодно раз изменять. И мы, значит, вот, когда изменялись условия, да, в Порту, сначала был Порк единым целым, организацией. И была у нас одна подсоединенная организация, и было положение. Значит, Порк разделился на несколько там всяких предприятий. Значит, у нас получилось несколько простосовестных организаций, объединенных под одним, под одним, под одним, вернее. Ну вот, значит, мы, соответственно, как делается, да, собирается конференция, на конференции предлагается изменение положения. Ну, у нас уже печати не буду ставить на наше положение, потому что, ну, условия-то меняются. Вот сейчас изменилось, допустим, законодательство, да, что коллективный договор можно заключать только первичная организация. Значит, у нас была первичная организация только Порта, а все остальные были локальные организации, так называемые. Ну, что делать? Берем, значит, на конференции предлагаем изменить, внести изменение в положение в связи с обменившими условиями, и все. И что мы тут будем ломать копья, или брать что-то там за основу, или пытаться изобрести какое-то общее положение для всех профсоюзов? Я думаю, это делать не надо, и какое бы там ни было вот это положение, его нужно сначала пройти регистрацию и начать работать по нему. А потом время покажут, какие изменения нужно внести, что убрать оттуда, что наоборот добавить. Вот и все, собственно говоря, поэтому. Упрощение? Да? Сколько раз вы можете пройти регистрацию? Регистрацию проходить один раз, а при изменении положения или устал, вы должны опять пройти его. А что? Регистрация создавительный характер. Пришел, оставил печать, и все готовят и так просто. Если поставят, то у вас поставят. А у вас если не поставят, то там а другие не так просто. Ну, я не знаю, я вам доверился, я бы выжил, что там будет, потому что есть тот, что там существует, и к этому привязывают все остальные. Поэтому быстро ставить самодействие и самодействие. Еще есть вопросы? Куда? Значит, я вот по какому поводу хотел сказать. Значит, вот такая проблема. А вот врачи, инженератам и так далее. Вообще, на мой взгляд, критерий очень простой. Вот на заводе главный медикюрин является рабочие. Почему? Потому что они производят продукцию. И все, кто на заводе есть, все работают на то, чтобы эти рабочие давали продукцию как можно больше. В НИИ главными являются те, которые занимаются научными исследованиями. И тут уже рабочие работают на них. Не они на рабочих, а рабочие на них. В школе, кто главный? Учителя. Потому что все от уборщицы до директора работают на них. Вот кто главный? Вот с этой точки зрения. И переброской. Тот главный должен быть в Европе организации. Вот и все. Еще кто выставил? Вот и еще. Третий. 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 Потом. Потом. Третий. 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 Тутinek kantar, он испортит? Третий. Ты уже выступали? Есть еще два заявки на выступление ? Полкова в 옆у, да ? Да? Ну, мне репликайт, так сказать. Пожалуйста, коротко репликать. Вот у нас сейчас в профсоюзах с нашей расщитой, но при общении с людьми многие ставят вопрос о создании международного профсоюза, то есть где не будет различий между рабочими, учителями, все в едином профсоюзе. А вот в данном положении, вообще такими положениями, мы как-то пытаемся, стараемся отделить одних от других. Я не понимаю, зачем отделять рабочему от рядового инженерно-технического работника или распредка, они ничем не отвечают, они точно так же эксплуатируются на предприятиях. Вот, не, ну понимаете, я-то, я знаю, я сам работал, практически годы, но доводит, я знаю, кто чего-то рассказывал. Мастер отвечает, согласен, мы мастеров практически и не берем. Мы второй раз уже обсуждаем этот вопрос, и трошка раз мы почти половину времени потратили на обсуждение вопроса, но и в таком конкретном ключе, как сегодня у нас не было такого положения, так сказать, с конкретными функциями, а обсуждали на другой вопрос. Создается рабочий профсоюз, и в нем первое время рабочий играет решающую роль, или даже в нем руководственный рабочий, но он все равно является рабочим профсоюзом, то, что ведет рабочую политику, на практике защищает рабочих. А потом, с известного момента, собирается инференция, и в один прекрасный момент она принимает решение о том, что он был не профсоюз рабочих, там, лесных отраслей, а профсоюз работников, лесных отраслей. А постепенно он уже начинает не защищать интересы рабочих, а защищать интересы тех работников, которые являются руководителями этого профсоюза. И это вот, братцы, прошли все понаполежские профсоюзы, все до единого. Если мы возьмем историю всех понаполежских профсоюзов сегодняшних, про которые говорят, что это вообще не профсоюзы и так далее, но они-то родились как профсоюзы, почему как профсоюзы не работники, а профсоюзы рабочие. Это-то факт исторический. И перед лицом этого факта, значит, мы, которые пытаемся, так сказать, здесь как-то поддержать, сохранить те профсоюзы, которые не предают своих работников, защищают их интересы, мы должны подумать вперед о том, чтобы они тоже не превратились в такие же профсоюзы. Там тоже так же было хорошо. Разве там плохо было? Там очень было хорошо. Там очень хорошие были профсоюзы. И очень здорово защищали интересы органы. Нам не надо подумать, вот перед нашим лицом партия, которая бралась защищать интересы рабочих, превратилась в партию, которая повела на приватизацию на рынок. И которая несет ответственность, между прочим, за вот этот развал, который произошел. Вообще не безконтроля. Из той же же девочки отделят частично? Я бы сказал такое. правительство вируса что не подчиняется муниципалитету и так далее то есть это все вот чего он не делает и кому он не подчиняется вообще такие пункты я бы вообще не включал там написать надо что он не подчиняется другим общественным объединением исключая то в котором он состоит это положение профсоюза этого значит это он профсоюзу подчиняется первичной аргендации и все партия это тоже общественное объединение и раз сейчас это раскуссорится то есть проблема есть я по поводу того какую проблему мы обсуждаем на что они проблемы я думаю все-таки не проблему положение первичной организации а мы обсуждаем проблему в том числе и профсоюзной организации амодил потому что и этой и для нее проблема и для всех остальных проблема если кто сейчас выйдет Если работников профсоюза скажут, что такой проблемы возможной деградации и возможного превращения в противоположность не зачастую в нашем профсоюзе, то это вам скажете право. Берем самый лучший наш профсоюз, на мой взгляд, самый лучший профсоюз. Значит, сколько сил приложила профсоюзная организация докеров, Минградского морского города, чтобы освободиться от председателя профсоюза докеров, гражданина Васильева. Страшное дело. Совсем недавно председатель профсоюза, Калицкий, а ныне господин Калицкий, который пока он был председателем, вроде как, ну, вот, нормально, в целом, в целом, он выполнил, что с него требовало, все его силы профсоюза, профсоюзной организации, он далеко не мог шагнуть, сколько будет в сторону убежать, потому что он был под контролем. Но вот на последних переговорах, в которых участвует как раз Игорь Вианинович, да, больше всего, где сидел бы, Саня Калицкий? По другую сторону. Ну, сидел бы, по крайней мере, тихо. Нет, он стал, взял это слово и стал выступать против требований, с которыми выступает докер. Бывший, вот совсем недавно бывший, перед Моичемиком, председатель фортового комитета. Вот, поэтому я что хочу сказать, что это проблема. Проблема перерождения, скажем, профсоюзных руководителей и вырождение и перерождение профсоюзов даже самых лучших. Она существует. Это же первая проблема. Второе. Мы говорим о профессиональном союзе. И у нас, в принципе, профсоюз, и очень как-то безразлично к этому относятся. Вот, давайте, если мы говорим о профсоюзе, о профессиональном союзе, давайте мы определим, что это за общественное объединение изначально. Если мы это не берем во внимание, тогда это уже не профсоюз, а мы говорим о чем-то другом. Профессиональный союз, это такое общественное объединение, которое люди гнязть по профессии. Поэтому профсоюза, завода, вообще говоря... Наверное, рабочих тоже тогда нет. Тоже нет. Рабочих не профессионал. Тоже нет. Не только. Процессы коррекции, процессы перерывочек. Правильно. Значит, вопрос может только стоять о том, что какую-то профессию, в которую надо брать. Бьется какая-то профессия, основная, основополагающая. И вот, если вот работники этой профессии объединяются в профсоюз, в профессиональный союз, в токарь, как вы сказали, вот токарь может в профсоюз. Там, ты совершенно право, Галерий Борисович, в токарь. А вот слесарь, и регулировщики, и перерывщики могут ходить в профсоюз. Почему? Могут, могут. А чего слесарь? Я скажу, могут ходить, могут. Ты скажешь, могут? Могут ходить в профсоюз в токарь в известном количестве, в известном количестве, чтобы этот профсоюз в токарь не превратился в профсоюз в слесарь. Вот при этом условии. Это два возможных варианта. Или входит мало в порядке исключений. Скажем, есть в профсоюзе докеров профсоюз, то есть работники механизации. Ходит, ходит. Почему? А потому, что им это выгодно, защищаются их интересы. И очень хорошо, почему им туда не войти. Но профсоюз не работников механизации, а докеров. Мы открыли докеры ворота для того, чтобы и другие вошли. Не только работники механизации, других профессий. Открыли. Но, когда решающее слово в профсоюзе докеров, должна играть в секции докеров. Если докеры решили, это все. То есть никто не может отменить решение в секции докеров. Потому что это профсоюз докеров. Вам не нравится такое положение? Потому что гарантом вообще того, что этот профсоюз существует, что борется активно, что он боевой, является то, что это профсоюз докеров. Убери вот это, что докер решающее слово иметь. Все, конец. Все, конец. Пропадет профсоюз. И он будет очень большой. Потому что докеры отделились от других работников. Что я говорю, отделили? Отделили. Вы же из ПРВТ. Из ПРВТ. Какая специфика? Там просто работников водного транспорта. Это все те же люди наши. И от этого отделения выбрали все. Потому что эти сели на хвост докеров в ПРВТ-шнике. И теперь от каждого отца очередного конфликта, который ведут докеры на своих плечах, выносят. Они получают повышение зарплаты. Причем кто? Работники порта. Административные сети. Когда у вас встречат Данка Бахтовка? Это же они повышение зарплаты. Все плохого. Все уже ждут. Что там против? Там нужно начальство воюет. А основная масса этих всех работников ждет, когда в эти сетки появятся новые ступени. И сразу по пересчету все получат повышение заработной платы. А обратного не будет. Потому что докерам дождаться от того, что кто-то там поднимет что-то, вот уж никак нельзя. Только будет. Поэтому мы можем выдержать первое положение. Профессиональный союз. Это союз, который создается работниками определенной профессии. Это определяет лицо этого процесса. Все остальное это нет и отклонения от правил. А нет таких правил для отклонения. Поэтому ничего страшного, что в профсоюзе бывают другие, нет. Но если мы забудем, что здесь ядро, а что протоплазное. Знаете, как устроено кредо? Ядро маленькое, протоплазное. Вот такая. Так, и она очень такая жидкая. Мы должны это все различать. Обязательно. Вот с этой точки зрения я бы сказал, что наш профсоюз, вот то, что мы говорим, объединение рабочих профсоюзов в защите труда, он и не является профсоюзом. Совершенно правильно называется объединением. А объединять можно в самый разный профсоюз. И вот, значит, кроме, я так понимаю, объединения, профсоюз, значит, труда, в самом этом объединении есть профессиональные союзы разные. Правильно? Могут быть рабочие профсоюзы, могут быть профсоюзы учителей, могут быть профсоюзы врачей, кого угодно. Кого угодно. Научных работников, преподавателей. А что даст? Чего даст называется объединение рабочих профсоюзов в защите труда? А потому что главный решающий... Вот как я понимаю, если я неправильно понимаю, меня Леви Борисов поправит. Он очень внимательно смотрит, думает, как меня поймёт. Я так понимаю, что решающую роль в объединении рабочих профсоюзов в защите труда играют все-таки не профсоюзов учителей и не профсоюзов работников рынка, и не профсоюзов научных работников, и не профсоюзов профессоров, а всё-таки профсоюзы, в которых рабочих профессий. Это профсоюзы могут быть. Пожалуйста, работников-то. Шахтёров, да? Слесарей, докторей. То есть промышленных предприятий. А промышленные предприятия всегда имеют определённый отраслевой характер. И когда говорят, что отрасль это плохо, да, отрасль это не критерий профсоюза. Но в каждом отрасле какая-то профессия является решающей. Правильно? Какая-то профессия является решающей. А есть нет. Там где-ли несколько профессий. То есть, или профессии с близкими интересами. То есть это профсоюз, как бы, он выражает профессиональные интересы двух-трёх профессий. Вот в этом смысле товарищи наши, из Объединения рабочих профсоюзов в защите труда, слово рабочий вынесли в заголовок. И они этим, что они хотели этим сказать, что у нас тут всех мы заголовок, всех принимаем. Кого пугает слово Объединение рабочих профсоюзов в защите труда, силой рабочих будем защищать и учителей, и врачей. И я вам тоже могу подтвердить, что сказал Александр Владимирович, что наши профсоюзы, из которых состоят профессора, ну мы там больше всех может говорить. Но мы это никого не защитим. Мы нас, так сказать, и наш профсоюз не защитим. Потому что это не та организация. Здесь в нашей профессии, значит, что человек сам лично, так сказать, какие-то знания и как подготовлено. А коллективные действия у нас совсем слабые. Потому что у нас самое страшное дело, это если бы все сразу на работу пришли в один день. А не то, чтобы забастовку объявили. Потому что все сидят по домам и готовятся к занятиям. А если устроить один прекрасный день, что все придут на работу, 30 тысяч работников университета, вот это будет страшный гроб. Вот это будет все. Все требования будут выжать. Но это невозможно. Не придут. Не придут. И вот если мы какой-то порядок наводим, чтобы у нас это держал, то мы для себя должны, по крайней мере, это осознать. Я думаю, что какой смысл вот разработки того положения, который взял на себя труд Василий Иванович, и, поверьте, представитель фонда рабочей академии, что вот он должен определиться отношениями. Пусть каждый делает так же. То есть определиться, какой у него профсоюз, вокруг какой главной профессии. Это профсоюз. Тут, правда, не написано в шапке, что это рабочий профсоюз. Но смысл такой, что что-то профсоюз произвел на предприятие. Там не написано о МОЗИПе. Это ясно, что это не больница. Не школа. Так вот, если это производственное предприятие типа АМОЗИП, скажем, это может пролетарский завод, это может быть балтийский завод, это может адмиралтейский завод, любой какой-то крупный, это электромаш, это красная сорва. Кому это нужно положить? Красную сорву годится? Годится. Какие требования должно это отличать? Я думаю, совершенно правильные требования. Если основная профессия, если основной вид, то, что главные здесь люди на этом предприятии, которые обеспечивают его лицо, и это рабочий, значит, это рабочий профсоюз. Рабочая не профессия. Рабочая не профессия. Но если рабочие профессии определяет лицо, я категорически противник того, чтобы и степняки Академии наук определяли, что делает Академия наук. Категорически противник. Что это очень частые, или как-то, у нас, как говорится, кочегары лыжных баз, каких-нибудь академий. То же самое. То есть это совсем другое дело. И те же самые. Вот мы видели здесь товарища Красакова, который в НИИ рабочий. Ну вот он вот, видно, что он, он ему порассуждать хочется. Ему стыдно, что он рабочий. Потому что он тянется, что несколько годов. Случайно попал вот в рабочий. И как-то неудобно ему, что рабочий. Все, в кругом, не рабочий. Вот извините, я рабочий. И почему стыдно это? Так что вы хотите? Если их наберется много, они будут руководить, они будут руководять. Есть многие люди, которые там в ВУЗ не пошли, туда не пошли, с тремя образованиями в жизни закинули, в рабочий. Они всю жизнь тоскуют. В всю жизнь рабочий, 40 лет отработал, он всю жизнь тоскует, что он рабочий. А ему хотелось быть вот кем-нибудь начальником директора магазина, а он не подместал. Поэтому, боже упаси, что вот эти люди, верховодники, они какую-нибудь гадость нам принесут. Поэтому, и вообще, если говорить истории, рабочим, вот скажем, я могу согласиться на Ленину, он говорил, что рабочим приеме в партии считать того, кто без посторонних целей, не в целях от войны, военной службы и так далее, без посторонних целей, не менее 10 лет проработал в крупной машинной индустрии, а не то, что он работник, рабочий этого самого склада, или рабочий магазин. Это никакие эти рабочие, которые складывают, они никакой, ни пролетарской психологии, ни дисциплины, ни организованности, ни коллективной вести, ничего не принесут. Это Дианис и Заболдыги, которые, так сказать, куда угодно пойдут, куда угодно кто их толкнет, хотя там тоже попадаются хорошие люди. Естественно, как всегда, то есть это то, что я говорю, не означает, что там уже все прям так, вакуум. Ну, жизнь нам такая, что не надо, так сказать, думать, что на них можно опереться, и ни о каких коллективных вестих там не будет речь. Поэтому давайте вот, ну тогда, что это вопрос, ну кроме всяких исключений, у нас есть вообще большие предприятия, что основу вообще экономики России составляет, основу экономики России составляет ни вузы, и ни школы, потому что если экономика загнется, и школа закроется, и вузов не будет, и профессора прогонят, и правильно сделают, потому что, правда, думали, что от них все зависит в стране. Но если они идею молока подали, то молоко польется. Не будет этого молока, если не будет у нас входа. Поэтому основу составляют промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Поэтому прежде всего мы должны подумать, как российский комитет рабочих, мы тут тоже эгоистки собрались. Это российский комитет рабочих, и он думает не о вселенских вещах, а о том, чтобы рабочие профсоюзы сохранили, и не распались. Потому что если распадутся рабочие профсоюзы, и не будут хорошо работать, все развалится в стране. Я правильно понимаю? Вот почему у нас внимание, это не значит, что не надо заниматься профсоюзами школ, лутов, но я могу сказать, что мы сейчас рабочими это не разобрались в профсоюзе. Вот тут мы собрались с российским комитетом рабочих. Где уж нам разбираться со школами? Пусть они пока сами разбираются. Может, мы и дойдем тогда. Но мы с этим-то не разобрались. А у нас страшное безобразие получается. Рабочий профсоюз, а в нем рабочие и решающие роли, плотные рядом, не играют. И в наших так называемых рабочих профсоюзах очень часто получается, что нет ни подконтрольности за сетей работы, ничего. В некоторых, а многих. А если где есть, то нет уверенности, что так и будет. Как это сохранить, как гарантировать? Вот с этой точки зрения, мне кажется, то, что нам предложил Васильевн, с этой точки зрения, очень интересно. Не в том плане, что здесь все решено, а в том плане, что сделана очень хорошая попытка предложить некоторые пункты, которые усиливают позицию рабочих в рабочих профсоюзах. И мы должны прямо вот так вот по этим вопросам, не по тому вопросу, как нас зарегистрируют, это нечастное дело. Были бы мы хорошие, а то, что мы хорошие, мы зарегистрируемся в жизни. Так? Вот что нужно для того, чтобы функцию выполнять, вот с этой точки зрения, хороший этот пункт или нет. Скажем, эту проблему, например, которую обои начали в Афганилище, и который сегодня обсуждал насчет сопредседателей, оно легко решать. Уберите две буквы 100, и все. и председателем. И вот он придет сказать, я председатель. И все. Ну вот скажем, имеет право, Александр Иванович, Тарламов называть себя председателем? Может, как-то это. Имеет право себя, Егор называть председателем? Имеет. Изначально об этом говорили. Имеет, говорит, Ширкарев написать, что он председателем? Может. А это со, если им не обязательно прибавлять, что они друг с другом рядом сидят, любят, это сом, а можно и просто говорить председателем. Скажем, когда человек подписан председателем, секретарь, все, никаких вопросов нет, ни в судении, ни в паркетре, все, и вопросов. И поэтому, и положение можно сказать, председатели, три председателя. Не обязательно писать три сопресседателя, три председателя. Кто запретил? Потому что есть законодательная норма, что внутреннее положение, уставы, сами по Союзу определяют. И все. Вот написали они, там тоже могут сказать, как это у вас первичная организация, три первичных организаций. Они говорят, а вам какое дело? Это наше внутреннее положение. Мы решили его так изменить. Вот вы спрашиваете, сколько раз, а сколько надо, сколько будем менять? Каждый день будем менять и регистрируй. Сегодня меняем, даже регистрируем. Сегодня меняем, даже регистрируем. Нам нравится так, и все. Ни к тих вопросу. Так что в этом отношении тут, это не так страшная проблема. И не надо эту проблему нам. Как регистрировать, и как мы будем соотноситься с регистрирующими органами, вообще обсуждать. Потому что, скажем, если мы не хотим, чтобы эта первичная организация имела свой счет и была юридическим лицом, в отличие от Паку Докеров, то вообще это не вопрос. В положении не регистрируется нигде. В положении они, так сказать, утверждаются самим профсоюзом. Профсоюз, вы составляете устав, и направаете на регистрацию устав, то есть, значит, организация, профсоюз. Профсоюз является юридическим лицом, а первичные организации действуют на основании положения, которые держат профсоюз. Другое дело, там, во время заводствовки, судья могут попросить ваше положение. Но это, для этого еще надо идти. У меня в этом речь. Вот, это, значит, я загругляю. Я хочу понять конкретный пункт. Я бы хотел бы обратиться ко всем участникам, вот, с точки зрения, посмотреть на это как, вот эти предложения, они хорошие или плохие, которые предложил Василий Иванович, в той же мере, сейчас вот, Александр Иванович, и другие товарищи. И потом ответить, некоторые итог обсуждения на прошлом заседании, как я понимаю, в учетом того, что он тогда говорил, что он рассказывал. Ну вот насчет, я бы, например, вот в пункте 1.5 просто написал, что он не подчинен другим общественным обвинениям, кроме того, которое входит данная первичная организация, и все. И этот вопрос о партии вообще вот тут не затрагивал. Ну, ясное дело, пусть партии борются за свое влияние, где хотят, это и личный дел. Нет у них влияния, значит, они никому не нужны. Счет voluntarily, а мы тут же боимся этих партий, тоже нечего их бояться, что мы и напишем, мы бы ставим, что мы не подчеркиваем. Если я напишу, что я не подчетен, а все человек прошло за получательную партию, все будет подконтрольно, все подчетно, и все будет управляться. Это все уже всем понятно. Если это хорошая партия, то хорошо. Если это плохая партия, то совсем никуда не годится. А просто отгородитесь, это все равно не получится. Это нереально. Нормально написать, не подчетен, потому что не подформальным причем, и нам никак не подачет. А посвященную всякому может быть вложиться. Это, например, никто не подачет, а на все смертные. Вот насчет временных работников. Поскольку временные неработающие – это все медработники России, и они все могут войти в профсоюзное самоотделу по этому усталу, так получается. Не временные неработающие как-то связаны с самоотделом, тут никакой связи нет. Это надо писать, что бывший работник. Это будущий работник. Я говорю, временные неработающие, но собираюсь, может быть, когда-нибудь работать на зиму. Это не критер. Значит, бывший работник написать, а что? А мы делаем. Я в итоге вам пишу. Да. Ставим. Да, норма будет стоить. Я говорю, как время не оборудоваться. Но можно. 4.2. Обеспечение большинства рабочих во всех руководящих профсоюзных органов. Я думаю, это очень важный. И я думаю, что он важный в смысле какой-то недооценки профессиональных профсоюзных работников, без которых 5 профсоюзных распадется. Вот таких вот матерых, которые все знают, все умеют. Но я бы считал, что вот все профессиональные профсоюзные работники, стоящие на оплате, такие как Фидос, допустим, люди такие, которые все уже одни и годы прошли, они должны быть тренерами, они должны тренировать других. Представляете, мне кажется, я вам, я ему говорил, что иногда вы вместо того, чтобы дать мяч кинуться к своему члену профсоюзу, вы идете сами, забиваете это с гола, а у вас голова болит. Потому что это надо делать, это надо делать. Ну, если я вот как тренер, буду за всех забивать голы, значит, я плохой, не годный тренер, мне надо загонять, надо снимать работу. Вот что должны делать профессиональные профсоюзные работники? Они должны обеспечить, что вот в профсоюзных рядовых докеров могли решить, любые другие, так сказать, вот члены этой основной профессии могли решать. А если мы не можем это обеспечить никакими непрофессионалами тогда, потому что мы не профессионалы профсоюза, то мы не можем научить рабочих правильно сформулировать вопрос, правильно поставить и правильно решить. Значит, не рабочие виноваты, а виноваты эти так называемые профессионалы, вожди профсоюзные, которые вот он сам может сказать, выступили, провести. А вот сделать так, чтобы сами нормально провели и выступили, это будет здорово. Вот вот пункт 7.6, который у нас в обсуждении вызвал, последний, с огранением средней зарплаты рабочего времени. Я бы этот пункт вообще для драки, так сказать, включил. Для драки, потому что он больной. Потому что вообще говоря, когда, говорят, участвуйте в управлении, когда все закрыто и денег вам на это не дадут, все другие пошли зарабатывать, а вы пошли обсуждать. А потом жене придете, он скажет, где деньги, где деньги. Я думаю, что вот это нереально. Поэтому либо так, либо так, бейтесь, как говорится, заключение проективный договор, как правильно совершенно говорит Игорь Борисович, или выделяйте профсоюзные деньги. Если мы на профсоюзный день не будем заседание проводить, по среднему оплачиваем 2 часа, то, наверное, не 2 часа будете, а полтора. А можно за час решить. А то ла-ла-ла-ла-ла-ла, водитель тюльпендикат, хорошо вот сидим, как говорится, профсоюз оплачивает, потом обез будет и так далее. Так что в этом смысле нет. Я думаю, что пункт такой надо оставлять, потому что иногда надо оставлять пункты, которые противоречат нашей жизни, потому что жизнь плохая. А мы хотим, чтобы жизнь была лучше. А если мы все без противоречия будем делать, значит, если есть подлецы в жизни, давайте запишем все подлецы. Давайте запишем, что надо все-таки выходить на другой облик. Поэтому в этом смысле можно записывать то, что прямо в опыте не содержится, может быть, частично содержится, или, по крайней мере, имеет тенденции к этому. Надо прогрессивную тенденцию оформлять в виде такой результата, а того результата, к которому мы стремимся, то есть в виде цели. Спасибо большое. Товарищ, у нас времени уже прошло час сорок. Ну, давайте еще один вопрос. Да, я пишу, это интересно же всего. Да, это не предпятник. Да, есть один выступающий. Как мы решаем, пока других нет? Да, вы. А у меня лепут. А у меня. Значит, сначала лепут, потом выступающий. Я уж как-то принятый всего. Конечно, Михаил Васильевич абсолютно прав, что он говорит, профессиональные союзы – это объединение по профессии. По профессии. Но наши деды, они, значит, нельзя создавать. Профсоюз «Свиссарей», «Токарей», «Росночников», они, значит, мудро поступали. Они назвали, скажем, «Профсоюз металлистов». Значит, все очень просто. У нас был, в советское время, был тоже телегий «Профсоюз машиностроения». Я вот был, в «Профсоюзе машиностроения». Но в этом «Профсоюзе» состоять в организации, как директора, на уборщиках. А мы говорим о рабочем «Профсоюзе». Вот в чем все дело-то. Что там создавать «Свиссарей» там? Да, рабочая – это не профессия. Но мы говорим о рабочем «Профсоюзе». Значит, в этот «Профсоюз» мы берем и технолога, и «Токаря», и «Свиссаря», и т.д., и т.п. Но не берем мастера и выше его, потому что они работают, а, или… Переношенник, а, труды, тоже. Вот «Профсоюз металлистов» был на «Красном Сормуле», в который могли вступать только, значит, люди, которые стояли у «Мартена», узнали у прокатного стана, за станками, снимали стружку, и так дальше, и так дальше. У вас два процента было? Металлист был. В заводе был один «Профсоюз металлист». А потом? Ну-ка потом, потом. Это до революции было. Да, я думал после революции. Попробуют сам по профессионализм по союзу. Вы сами сказали, что по профессионалам по союзу мы с эминисой такой. Мы – правительственный шапчик, да, чистыми рабочими профессиональными профессиями. Просто профессиональный по союзу. А потом, мы « generic Альвзерский» говорим, «Это не профессионально, а именно в профсоюзе для того…» Мы указываем именно профессию. А потом к нам приходит человек, мы набираем людей, швейсарей, электрика, всех остальных. МГФ, это не ваш голос. Мы тут и сомневаемся ваше сомнение в учителе. Хотя мы опять тут видим в этом положении пункт. Все члены профсоюза имеют равные права и обязанности. Могут быть избраны на любое сомнение. Правильно? Непонятные места. А в секции сделайте из них, пожалуйста. И мы с вами в своей секции голосуем. Но если в секции доферов не пропадает, уже иди. У меня же Восток, правильно? Я же Восток, докорей. Мне нужно вырубить станки полностью электричеством. Я иду в секцию электрики и говорю, вот так и так у меня забастовка, у меня сомненькая зарплата. А у меня сомненькая зарплата. Я не хочу вырубать, вступать в конфликт с администрацией. В принципе, организационно в рамках одной организационной профсоюзной структуры вполне могут объединиться те профессиональные группы, у которых нет объективных конфликтов интересов в сфере трудовых отношений. Тогда, естественно, при объединении их ресурсов можно усилить давление на противоположность, на работу дар. Теперь, что касается проблемы, которые сейчас обсуждаются. Мы сегодня... Дмитрий Алексеевич даже обижался, что уже год рассматривается этот вопрос, и все как-то возвращается. Возвращаемся, потому что мы не решили для себя некоторые основополагающие вопросы, и вот они, как тот самый минус у Викималеева, всклыл и заткнул трубу. Вот постоянно нам приходится поэтому возвращаться. Какие-то вопросы? Мне представляется, вот первый вопрос, который тут все время поднимается, о перерождении профсоюза и как его избежать. Ну, я не знаю, вот соцпроф, вообще-то говоря, изначально был запроектирован как профсоюз, как объединение профсоюзов, которые не отберут денег у работодателя и у государства. И за счет внутренних обратных связей там обеспечивается вот это соответствие профсоюзной горпушки интересам профсоюзных масс. Там идея очень простая. Профсоюзные функционеры живут на профсоюзной взносе. Чем больше членов профсоюза, чем больше оплата, тем больше взносов, тем лучше существует профсоюзная верпулька. И тем самым профсоюзная верпулька объективно заинтересована в том, чтобы действовать в интересах работников. Насколько мне известно, примерно так же устроены профсоюзы в Германию. Когда у нас был профсоюзный семинар, профсоюзные инструкторы из Германии им заданы вопросы. А вот если там, допустим, профсоюзные функционеры, БОСС устроит пьянку за профсоюзные деньги, скажут, извините, у нас такого быть не может, потому что если будет вечером, утром этих людей разорвут. И вот обратная связь. И второй вопрос. Насчет привлечения большего количества членов профсоюзных в профсоюзный актив, ротанции, там внутри профсоюзной демократии. Да, конечно, это хорошо, это неплохо и так далее. Но почему-то все время в практике возникает другая проблема. Где взять тех людей, которые хотят быть в профсоюзной активе. Почему-то очереди нет туда, понимаете, в правком. Потому что не очередь. Вы знаете, мне вспомнил здесь выражение Петра Первого, когда он в одном указе превратил свою реформу, потом понял, что им сейчас-то не получается, и ее прекратил с мотивировкой интересной. По недостатку людей он его делал умом пригодным. Поэтому здесь вот я абсолютно с Михаилом Васильевичем согласен, огромная, огромная роль профсоюзных принят. Она огромная. Но для того, чтобы люди могли как-то участвовать в этой профсоюзной работе, нужны два условия. Одного не хватает. Да, нужны профсоюзные приняты. Но люди должны еще и... Вот абсолютно правильно, что Виктор Алина Павлович сказал, что нельзя работать так, чтобы платили более житыми деньгами. Надо сокращать, получать столько же достойную оплату, а свободное время заниматься профсоюзной работой. Тогда, когда член профсоюза, как Докер, будет приносить дому где-то 15-25 тысяч, да, ежемесячно, он поймет, что ему легче 2 часа в неделю потратить бесплатно на профсоюзную работу, чем потерять там 7-10 тысяч ежемесячно в заплате. Теперь, что касается положения профсоюзной организации. Вы знаете, 7 лет назад Международная конфедерация свободных профсоюзов проводила проект организационно-технической помощи свободным профсоюзам России и страны СНГ. Была издана азбука профсоюзника. Это вот такая вот книжка, 11-го формата, где был, где изложен опыт мирового профсоюзного движения, я когда ее почитал, я очумевший был совершенно, такое разнообразие форм профсоюза в мире, что то, о чем мы сейчас говорим, это максимум 5% от того, что существует на самом деле. Вы знаете, на самом деле невозможно все воткнуть в какую-то общую форму и, ну, бесполезно это дело. Теперь отграничивать там профсоюзы на крупных предприятиях, там промышленности, да, можно. Но тогда вот к этому положению нужно еще дать свое родное комментарии, рекомендации какие-то, где, какова область применения этого дела. Область применения. Может быть, этими общими рекомендациями, не то что ограничено, но они необходимы вот таким документам. И еще, мне кажется, более ценно, более ценно было бы к этому документу приложить еще вот структуру вообще вот этого положения, рекомендуемую, что в каких разделах, в каких, там, допустим, пунктах или параграфах должно быть, почему и при каких условиях, по каким вариантам там это может решаться. Но это работа где-то раз в 20 больше по объему. Я не знаю, как ее реально, какие сроки, какими силами можно сделать, но на работе, наверное, на этот счет есть, нужно только собрать. Вот, собственно говоря, у меня, пожалуй, и все. Мне имеется небольшое возражение относительно понятия работодателя. Работодатель – это все-таки юридическое лицо, с которым у работников заключается трудовой договор, или, там, допустим, коллективный договор. А генеральный директор, допустим, является в то же время даже представителем работодателя, который от имени этого юридического лица ведет соответствующие, значит, там, какие-то распорядительные другие функции. А, допустим, вот понятие мастер, там, или начальник цеха – это все-таки как не грудите наемный работник, который также с работодателем посредством того же генерального директора заключает, там, трудовой договор, или контракт какой-то там срочный, или еще что-то. Вот, так сказать, мне есть моменты, все-таки, хотелось бы более подробно наследить. Вот, все, спасибо. Я из практического опыта, вот, работы военном положении. Я с вами Людмила Константиновна, город Саров, сопредседатель заводского комитета. Значит, в практике очень хорошо себя показало сопредседательство. Значит, вот, то есть, два, например, сопредседателя выбывают, там, в больнице, в отпуске, а жизнь профсоюза течет. Значит, и вот у нас 20 цехов, есть люди, которые чисто психологически не могут коллективно руководить, то есть, все замыкают на себя. И если только семейные неурядницы все, связь с целой организацией теряется. То есть, вот это вот очень важно. То есть, жизнь профсоюза должна течь рекой, как сама жизнь. Еще, значит, вот, сбивайте меня. Еще хочу остановиться на моменте. Значит, вот представители работодателя, значит, мастер, например. То есть, у нас по уставу, значит, они могут оставаться в профсоюзе, членами профсоюза, но их уже, это, в руководящие органы, они уходят оттуда. И мы один раз посмотрели, у нас была хорошая организация лифт-ремонт. Значит, мы там восстановили через суд одного товарища. И он стал начальником участка. И мы не заметили, он там, это, выбрали его председателем профсоюза. Вот, и он весь профсоюз развалил. Начал водягу, чтобы членские взносы, вот, все деньги шли им. И, в конце концов, такая хорошая организация развалилась. То есть, нельзя допускаться, чтобы представители администрации были в руководящих органах, вплоть до мастера, в руководящих органах профсоюза. И еще момент, значит, мы стараемся, чтобы у нас все-таки не было освобожденных вот этих вот профсоюзных работников. То есть, они просто часть рабочего времени тратят на профсоюзную работу, а остаются в коллективе все-таки, то есть, варятся в той же жизни, где тысячи лет стоят. Ну, все, я хочу вам объяснить, помогите. Ну, можно мне неспомнить, если вы. По поводу предсказательной работы датвера, человеку непонятно. Я просто пример, что я приняла. Я в вашем работе. Понятно уже? Вот, допустим, сестра-хозяйка. Вы бы ее просто изприняли, но, вот, я, разница, ни вкру случае не приняла, потому что я знаю по жизни, на практике, как она себя ведет в коллективе. Она, значит, возглавляет санитарных. И что она делает? Она постоянно, допустим, розни между этими работницами делает, постоянно именей передает. Вот она одной на одну наговаривает, а такая, разница какая. А ты, допустим, вот, я как председатель, про меня что она говорит санитарным, я председатель санитарных. У меня, что союза, да? Я не санитарная. Она так говорит санитарным. Вы ее не слушаете, у нее все дома. Это вообще морально. У нас санитарным, когда санитарным поступили, вот я посмотрела, вот ты, вот, там разговариваешь, и у тебя, вот, сестра хозяйка, наше отделение, где я, правда, и она, вот, говорит, что не душки, у нее все дома. Но я, говорит, вижу, вот ты, говорит, много знаешь, и ты с нами работаешь, ну, говоришь наравне. Я, говорит, понимаю все, что это, говорит, у них не все дома. Они, говорит, нам платят. Ну, иди, ты стараешься для нас лучшее сделать. И вот это вот, пожалуйста, вот, представьте, работа, да, ты санитарных. А старший медсестра в виде медсестра, тем более, в виде травмы подтонченную. А среди врачей, допустим, врачу выбирают, то есть заведующее отделение выбирает врача. Так это заведующее отделение, это вообще ничего не разрешить, допустим, в пользу тех же ведовых врачей, что-то делать, не говоря уже о медсентрах, а санитарных, они всегда преклоняют. Платные услуги 3 рубля. А на заведующих получат за тысячу платных услуги. Ну, пожалуйста, вот они все по цепи идут. Я могу два слова ответить, буквально два слова. Значит, в данном отношении, вот, относительно, так сказать, к профсоюзу, к профсоюзному движению, про тех же наивных работников. Значит, как я уже сказал, что представитель, работодатель, отцентский генеральный директор, а вот, допустим, те наивные работники, которые, так сказать, какие-то властные такие функции выполняют, так сказать, представители администрации, это мастера, там, начальники цехов, они, кроме того, все, как наемные работники, даже могут и свой профсоюз создать. То есть профсоюз наемных работников, единственное, это будет что-то не профсоюз, там, ооо, да, как профсоюз, те же наемных работники, которые находятся в таких трудовых отношениях с работодателем. У нас в НТР, это вот именно как раз, что предстоящие для мастера... Пожалуйста, заседание ведем или разговор? Перекрестный разговор. Перекрестный не надо, у нас времени не так много, еще не принята ни одна резолюция. Ну, как не поймешь, не понимаешь, как же вы выберете? Еще выступающие есть? Нет, нет. Можно мне тоже коротко сказать? Разгорелся вопрос о профсоюзе, и тут некоторые говорят, что вот как конкретное, Зиловское, это подходит, а если рассматривать как типовое, Защитовское, не подходит. Здесь уже на эти вопросы ответили, да, и Золдов, Тобавич, Попов, я думаю, правильно повторяться. Здесь разрабатывается положение для рабочего профсоюза. Суть его не в том, чтобы разработать такой вариант положения, которое бы давало возможности защитить в судах активистов этого профсоюза, руководителей этого профсоюза, а в том, чтобы по максимуму активизировать всех членов профсоюза. Потому что всех членов профсоюза в суд не потащат, извините. У профсоюза главная защита не в судах. У профсоюза главная защита все-таки не в судах. Мы видели, что вот на рассмотрении второго вопроса докеры нам рассказали, что они играют в суды целый год. Что из этого получилось? Главная защита профсоюза это все-таки борьба на своем предприятии с работодателем, как сегодня называют. А мы его называем собственником. И второй момент, который бы я хотел заметить, о делегировании вот тоже разгорелось. Делегирование правков. Товарищ Лерман сказал, что бывает много разных форм отразов и того, и того подобного. Ничего подобного. Есть две формы вообще создания органов власти. Что в государстве, что в профсоюзе. Одна выборная, и которая используется и везде, и есть в ней, может быть, где-то и демократические нормы, которые надо брать и так далее. И другая форма, которую придумали рабочие в 1905 году, когда они напрямую делегируются от представителей в органы власти. Мы не можем сегодня добиться, делегировать своих представителей в органы власти государственной или даже это. Давайте хотя бы в профсоюзах эту норму будем закреплять намертво. Чтобы профсоюзные органы власти делегировались профсоюзами. Вот о чем хотелось сказать. Мало того, эти нормы, они настолько уже как-то понятны многим рабочим, что даже ФНПРовские профсоюзники вот у нас на заводе, они стараются показать назначение своих людей, свои органы в профсоюзах ПНПРовские обставляют в виде вот этого делегирования. Как у нас избирает правком корпуса. Председатель правкома проходит по участкам, на участках собирают собрания, они выбирают кого-то по его назначению и он выходит, зачитывает. Вот товарищи, которые уже делегированы как представители с участков, их мы вставляем в список безоговорочно и это и голосовать. Может быть еще у кого-то будет там, и еще двух-трех вставляют. То есть вот эту норму, они как будто дают, что эти люди безоговорочно. Другое дело, что дальнейшее, эти участки уже никогда не снимут и никогда не могут повлиять, но на общем собрании представителям ФНПР подается, что эти люди будто бы вот таким образом делегированы. Поэтому давайте в наших рабочих профсоюзах это будем закреплять. Вот о чем я сказал. Что мы будем делать с этим положением? Резолюция у нас готова. Готово. Могу доложить. Да. То есть можно обсуждать резолюцию по этому вопросу. Предложение есть резолюции. Обсуждать. Так, а реплику можно вот на выступление Василия Ивановича, а то он меня там уходит. Нельзя. Лучшее замечание. Так, значит, хочу сказать, что мы это писали в правительство постановления, вот, мы делаем так вот. Так, но после этого бурного обсуждения, значит, сделали его очень короткие. Постановление Российского комитета рабочих о положении первичной профсоюзной организации. Наслужив, обсудив положение первичной профсоюзной организации, представленное профсоюзной организацией защиты от центра МОЗИЛ в городе Москва, РКР постановил, считая главной задачей первичной профсоюзной организации, промышленных предприятий, формирования и сохранения их рабочего характера, критерием которого является решающая роль рабочих во всей деятельности организации. В связи с этим Российский комитет рабочих рекомендует первичной профорганизации ознакомиться с положением первичной профорганизации МОЗИЛ, МОЗИЛ, защита труда и применить его положение при формировании своих положений. Своих положений. Своих положений, да. Когда они будут сформировать свои положения. Понятно. Потому что мы сначала попробовали вот эти положения сюда вывести. Вот. Но вот в процессе обсуждения выяснилось, что возникает вопрос, а наверняка возникнет там, а куда это ставить, а как это сделать. Поэтому мы решили предложить все-таки ознакомиться с этим положением целиком, и чтобы люди смотрели. Может быть вот этот, вот в такой форме, как нам предложено, в такой форме рубликовать, чтобы выделены были вот эти положения, чтобы их было не было. Вот такое предлагается постановление. Все? Все. А что, тут вот всю часть вообще выкинуть? Выкинуть, да. Правильно. Олег Борисович, а сколько человек позовел? Человек, восемь, да? Да это Василий Иванович. А там в гостинице крыша поднималась. Олег Борисович, а свалился. Что, резервы? Нет. Все нормально, это... Да, товарищи, проект резолюции все заслышали? Услышали? Да. За 50? Нет. За основу принять? За основу можно его принять? Можем. Кто за то, чтобы принять за основу? Поднимите, пожалуйста, подержите. 11. Опустите. Кто против? Поддержался? С 15-11. То есть, 4-го ранения? А кто же не был? Ну, нет. Да. Повторяю. Не ранения. Так, за основу принято. Значит, кто за то, чтобы провести очередное заседание Российского комитета рабочих 5-6 октября 2000 года, прошу проголосовать. 2002-го. Да, 2002-го, конечно. Просит слово, дадим. Все в повестке. Мы предлагаем поддержать день единого действия, который будет продолжиться, продолжается реформа, живущая коммунальная реформа. Проставитель защиты выступает, и они даже за нашу митинг проводят, по поводу жительского коммунального внутреннего, считают, что он должен как-то отразить этого союза. Соседание. Какие-то действия тоже есть. Присуще здесь союза тоже. Это же все касается. Какие даты? Дата 10-я. Дата 10-й. Какого вы? 10-й апреля, я буду в письте рукой. О, 2-го. Отлично. 10 апреля. Ну, значит, может быть, сформулировать и записать ваше предложение. Ну, это можно сделать в виде... Нет, давай просто поддержим. Да, поддержим. Давай просто поддержим. Ну, с тем факт, если... Что, Николай, на бургировке есть? Бургировку? Не такой есть. Да, есть что-то там, где-то вам предлагают. Вот, я не говорю, что... Ну, я считаю, что это еще успеют, я считаю, здесь истранируют как-то. Все-таки выйти тоже, это самое. Провести, там, какие-то миссии, или, там, педиты, или еще чего-то. У меня вопрос. Можно, да, проверю? А какой... А какой лозунг главный, у меня, идиотечия? Который мобилку будет забрать? Что-то, мобилку будет забрать. Лозунг? Какой лозунг? Лозунг, то есть, там, и задержатель, там, вот это же, что мы... Придержатель, конечно. Нет, в жилищной реформе, вообще нет слов. Что задержать? В общем, не задержать. Нет, не задерживайте. Вам прекратить, это, там, повышение. На жилищной реформе, соответственно, на жилищной реформе. На жилищной реформе. Вы против, вставать против реформы. Торрект, против цены, да? Ну, на тарифу, да. Ну, стоит, можно сказать. Нет жилищной реформы, лучше. Нет жилищной реформы. Жилищная коммунация. Ну, да, жилищная коммунация. Нет, если бы сейчас вышел с постановлением, АТФ, Павл-Грес, который предлагает уже вторую, третью реформу. Вот, тогда бы мы сейчас посмотрели, вот это шпыль. А так? Я, Александр, понимаю, чего хочешь поддерживать. А вот, вы, блин, посмотрели поддержку. А, поддержка тех, хотя бы, организаций, которые не сжимают. А, под этим упором. Ну, кто-то, возможно, поддержку, для идиных действий и против повышения тарифов на жилищу. На жилищной реформе. Ну, напишите, напишите, пожалуйста. Может быть, так-то нам написать, что, короткий такой признавление, что Российский комитет рабочих поддерживает проведение Дня Единых Действий против повышения тарифов на жилищу и коммунатную услугу. Это достаточно. Ну, это поддержка. Российский комитет рабочих поддерживает проведение Дня Единых Действий 10 апреля и сомнекрепно-догрепно-догрепно. С 2002 года. А то, что уже повышенное выдерживание, может платить даже, то, что повысили. Каждый, мы тоже сомненуем, но это, наоборот, уже пригодили. Надо готовить, попробовать, да, с вами, комитет. Диктуйте, 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 диктуйте одерживать проведение Дня Единых Действий 10 апреля против повышения тарифов на жилищу и коммунального услугу. И надо вставить, мне кажется, еще одну фразу, в начало. Российский комитет рабочих по предложению. Да. Российский комитет рабочих по предложению. Российский комитет рабочих по предложению. Профсоюзной организации защиты города Саров Поддерживает проведение Дня Единых Действий 10 апреля против повышения тарифов на жилищу и коммунальную услугу. Все записано. Профсоюз. Так, тогда медленно отчитаем. Российский комитет рабочих по предложению Профсоюзной организации защиты города Саров Поддерживает предложение о проведении Дня Единых Действий 10 апреля 2002 года против повышения тарифов на жилищу и коммунальную услугу. Поддерживает предложение о проведении или о проведении? Поддерживает проведение. Поддерживает предложение о проведении. То есть Саров не будет положать. Никогда. Это точно. Петров, я вам слова не давал. Записываем все или принимаем? Принимаем. Принимаем. Не принимаем. Кто за то, чтобы принять газеты? Нет, товарищи, ну примем мы. Наши газеты к 10-му могут даже не успеть. А вот делегаты заседания должны иметь текст. Поэтому его надо записать так. Он отправляется. Записываем. Кто за то, чтобы данные предложения Саровской, профсоюзной организации принять? Прошу проголосовать. Спасибо. Да, вопросов больше нет. У нас разного не было. Поэтому все наши вопросы решены. Повестка дня исчерпанная. Заседание российского комитета рабочих считаю закрытым. Повестка дня исчерпанная. Повестка дня исчерпанная. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненаглядной, Пришел объясниться хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Света незабыто, над книгой раскрытой, Склонилась подруга в окне золотом. До утра и смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. До утра и смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. Ох, летние ножки, у сироп дочки, Волнуется парень и хочет уйти. Но девушек краше, чем в ссорной нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек краше, чем в ссорной нашим, Ему никогда и нигде не найти. А по утрам у входа, родного завода, Влюбленного девушка встретится вновь. И скажет немало, я книг прочитала, Но нет еще книг про нашу любовь. На Волге широкой, на стрелке далекой, Гудками кого-то взорвет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. На воду вставайте, Шеренни сметайте, На битву шагайте, шагайте, шагайте.